Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре фидерная серия от компании FLAGMAN, называемая TRIGORON. Практически вся серия у нас сейчас будет представлена, я о ней расскажу. Также, как обычно, измерю основные параметры, характеристики. Дальше мы их разложим и под нагрузкой уже в магазине потрясем. А дальше следующее видео мы побросаем и их понагружаем уже на воде. Ну, все они на столе у меня не уместятся, поэтому сначала я пятерку вот разложил, пять штучек. Померим, измерим, все расскажем. Выполнены удилища из карбона японской компании TORAY. 46 тонн уголь, хороший, дорогой, звонкий, качественный уголь. Бланки снабжены хорошей фурнитурой. Это кольца Pacific Bay. Сигает современный катушка-держатель. Прошу заметить, очень важный момент, это контр-гайка. Ну, наверное, многие сталкивались с тем, что подзатянул и начинает раскручиваться, да, катушка-держатель. Верхняя гайка, да, катушка-держатель во время рыбалки. Ну, вот здесь этот держак снабжен вот такой дополнительной контр-гайкой, которая полностью исключает такие вот ослабевания. Ну, вклейка, в бланка, в держак здесь все в порядке. Ну, и в целом могу сказать сразу, что нареканий у меня к этой серии нет. Хотя серия Гретхам для меня одна из самых любимых у флагмана. Наверное, самая любимая, да. Тригорон, в принципе, стоит, наверное, на втором месте. Ну, это не означает то, что в нем есть какие-то минусы для меня и дефекты. Просто мои рыбалки больше реки, больше дальний заброс и так далее. Поэтому у меня востребована серия больше именно Гретхам, нежели Тригорон. Но, тем не менее, Тригорон пользуется успехом, спросом. Опять же, косяков на них не замечено. По кольцам, скажу, сразу были опасения, что они могут пилиться от плетни. Мы их через дрель даже пропускали, брали дрель, ну, шуруповерт. Плетеночку обматывали и запускали. И вот долго-долго терли эти кольца для того, чтобы потом, как бы, если к нам нарекания вдруг будут, потому что я отношения к выпуску этих удилищ не имею, да, то мы бы могли предъявить претензии производителю флагман. Рукоятка. Достаточно качественная пробочка. Эва. Эргономичная такая сделана. Ну, кому-то нравится, кому-то нет, не знаю. Ну, приятная, приятная очень в хвате. Хорошо моется, очищается. Пробка вот эта качественная. То есть, эти обойки, они не сыпятся, не протираются там, не так. То есть, достаточно долго и надежно будет служить. Я их обкатываю с зимы, по-моему, если я не ошибаюсь. Даже вот того года, да, уже не помню. Ну, по-моему, два сезона я их уже откатываю, эти вот три горона. То есть, у меня они фактически как новые. То есть, в этом отношении можете быть спокойны, что косяков на них я не встречал. Ну, потому что я знаю этот завод, где они производятся. И, в принципе, завод, хоть и китайский, но качественный очень. И даст фору, кстати, многим корейским заводам. Тот же NS, например, завод в Корее. Ну, это чуть-чуть, да, по браку будет превосходить даже, чем вот заводы, где выпускаются те же три горона, Гретхэм или там те же Фотон и Промани, Сабланеев. Ну, давайте начнем. Значит, это у меня в руках 13 футов до 90 грамм. Ну, основные, наверное, критерии, это диаметр кольца нижнего. 22. Диаметр бланка, ну, я буду мерить, наверное, вот в этом месте всех одинаково. 11. Расстояние от кольца до центра катушка-держателя 60 сантиметров. И длина рукояти 50 сантиметров. Так, вершинки. Вершинки у нас три штучки. Важный момент по колечкам. Кто знаком с Фотонами Про, наверное, узнает эти кольца. С моей точки зрения тоже кольца поставлены отлично. Размер их не большой, не маленький. Кто пользуется шок-лидером 0.28 моно плюс плетня, как я люблю, вот как такая лакмусовая бумажка, да, константа такая по узлу этого шок-лидера, да, с этими лесочками совместно. То есть 0.28 моно, 0.11 плетенка, все, узел пролетает, никаких проблем нет. Значит, все вершинки это графит, две унцы, три унцы, единичка. Опять же, повторюсь, купившие у нас удилища имеют право по акции получать вершинки бесплатно в период действия акции. Поэтому вот на многие фирмы мы уже проводили такие акции, и люди уже получали запасные части к фидорам, махам, спиннингам, баллонским удилищам. Поэтому, скажем так, используйтесь случаем, заказывайте в Multifish, и вы будете, ну, скажем так, если ничего не произойдет, я не знаю, что у нас в стране может быть, да, там, да и вообще в мире. Но, скажем так, то, что вот на данный момент мы свои обязательства выполняем, проводили такие акции на DAI, на Lucky Joe, на Black Hole, и люди получали запчасти. Вот в планах скоро привести акцию уже на тот же флагман. Так что покупайте, заказывайте, и давайте переходим к следующему. Это у нас 14 футов, ТЭС 90 грамм, я ими всеми, в принципе, отловил, и могу рассказать о каждом очень подробно, но вот поэтому пока здесь касаемся у стола, да, за столом касаемся только технических данных, больше ничего. А вот когда разложим, уже чуть подробнее расскажу именно о строе. Значит, длина рукояти 50, расстояние от кольца до центра катушка-держателя 64, 63,5, если быть точным. Теперь диаметры. Диаметр бланка, очень тонкие бланки, слимовые, очень хорошие и качественные. Значит, 13, то есть приятно держать, качественные в планах, приятно держать очень в руках, действительно легкие, очень хорошие фидорочки. Значит, диаметр кольца 28. Ну, опять же, 14 футов, ТЕС-90, кольечко почти 30, ну, 28 этого достаточно. Вот это расстояние, оно идеально, сюда можно 6000 катушку ставить, и он пуляет на 100 метров без проблем. Значит, вершинки у нас все графит, единичка, двушка, трешка. Вот, кстати говоря, чуть-чуть обращу внимание, вот здесь, на, очень грамотно сделано, вот чем мне нравятся флагмановские фидора, далеко не все производители это делают, многие там, не серьезно, здесь видно, что люди думали, да, я, в принципе, знаю, кто это думал. Вот, у вершинки триунции диаметра колец больше, ну, существенно больше, чем у вершинки единичка и двушка. Ну, соответственно, понятно почему, да, и действительно, эта вершинка будет применяться там для дальних забросов, либо для течения, да, где лесочки потолще, где можно там тот же шоклидер потолще поставить, где вымотка, по реке тянет там часто пух, еще что-то, грязь, чтобы лишний раз не залепилось и тому подобное. Поэтому, в общем-то, все гармонично. И, кстати говоря, сами кольца, они, хоть и они крупнее, но они стоят правильно на вершинке более высокой по олунцовке, да, именно для, они не перегружают при этом ее. Если бы они поставили вот там на единичку, да, то эти кольца бы перегрузили уже единичку и уже было бы некомфортно и неправильно и неграмотно. Единственный косяк, который может встречаться и которого мне приходилось встречаться, это лак под небольшой залаченностью. Либо колечко чуть-чуть неправильно, не до конца пролачено, не то, что не до конца слишком пролачено, либо капелька лака какая-то где-то там стекает. Ничего больше. Значит, следующий. 14 футов Т-100 грамм. Рукоять 50. До центра катушка-держатель от нижнего кольца 63. Диаметр бланка 13. И колечко у нас 28 миллиметров. Так, вершинки. Также три унции, также все графитовые. Единичка, трешка и душка. Кстати, по комплектации вершинка имейте ввиду, что были две серии, в которых чуть-чуть отличались вершинки в плане колец. То есть, поэтому не пугайтесь, если кому-то придет какой-то фидер, где одна вершинка, опять же, два одинаковых фидера, где в одном будет в комплекте трешка, допустим, трехунцовая, в которой колечки будут потолще, ну, побольше диаметром, а другая чуть поменьше диаметра. То есть, это просто разные серии. Это никакая не подделка, не брак и тому подобное. Значит, следующая моделька 11 футов до 50 грамм. рукоять 46, от колечка до центра 51, диаметр бланка 10, ну и колечко у нас у 330 16, да, нет, вру, 17, 17 колечка, я смотрю, что-то вот, глазомер, благо, есть уже, не первый раз это, их смотрю, да, 17 колечко, вершинки, вершинки две, графитовые, 0,75 и полторы унции, ну, единственное, к чему придраться, это, наверное, к зеленой расцветке, ну, странно немножко, конечно. Так, следующий, 390 до 80 грамм тригородчик у нас, 48 рукоять, до центра катушка держателя от кольца 63,5 диаметр диаметр 12, ну, один с половиной и колечко у нас 22, ну, вполне, вполне, вполне все хорошо подобрано. Здесь у нас набор вершинок следующий, единичка, стекло уже идет, и полторашка и двушка это графит. По длине они чуть-чуть должны быть разные, насколько я помню. Да, действительно, вот они чуть-чуть разные по длине, то есть у нас единичка, она чуть покороче немножко идет. но вот расстановка вот этих колец здесь, она как раз специально, они сдвинуты для того, чтобы меньше поломок было, вот это расстояние уменьшено, чтобы не было поменьше шансов зацепляться за леской, да, или бритней, когда заброс за тюльпанчиком. Вот здесь, кстати говоря, у этих вершинок, я вот сейчас заметил тоже косячок, как раз о том, что я говорил, здесь наплыв лака такой есть на тюльпане, то есть не жалея лака добавили. Так, следующий у нас 12 футов до 60 грамм. Рукоять 47, от кольца до центра держателя 57, диаметр бланка 11, колечко 17. В комплекте у нас три вершинки, стекло единичка и две карбоновых 0,75 и полторашка. Ну, опять же, претензии только к цвету, к расцветке. зеленая, например, ну, сделали бы хотя бы напополам, да, там, зеленая с желтым или красная там с желтым. Ну, вот, к чему эти две зеленых, честно говоря, с такой, ну, не знаю. Вот, это единственное, наверное, вот, к чему я бы прицепился, вот, в плане, так, и то это индивидуально. Так, значит, следующее, следующий 14 до 140, рукоять 51, от кольца до центра держателя 62, диаметр бланка 13, колечко у нас 28. Три вершинки в комплекте, все карбон, все, вот здесь, кстати говоря, у меня в комплекте, да, все карбон, 4 унции, 2 унции и 3 унции. Вот здесь у меня в вершиночке 2 унции с обычными, с штатными, так называемыми, стандартными кольцами, а вторые 2, это 3 и 4, они с увеличенными кольцами, диаметр такой, очень приличный, скажем так, кто там ловит на шоке или еще что-то, или боится таких вот, опасается маленьких, малого диаметра пропускных колец на вершинках, можете не опасаться, просто забудь. Так, следующий, 390 до 120, 13 футов, 120 грамм, 65 ручка, от кольца до центра держателя 62, диаметр бланка 12, колечко 22, 3 вершинки в комплекте, все карбон, единичка, трешка и двушка, здесь диаметры колец на вершинках одинаковы. Следующий, 12 до 100 грамм, 360 до 100 грамм, рукоять 48, от колечка до центра держателя 56, диаметр бланка 11, 11, коречко у нас 22, 3 вершинки в комплекте, все карбон, все с одинаковыми кольцами, очень приятными, кстати говоря, кольцами, легкие, хорошие вершинки, прям идеально сделано, так очень красиво, лак прям блестит, очень качество хорошее, значит, единичка, двушка и трешка. Так, ну и последний у нас экземпляр, это 10 футов до 35 грамм, так, рукоять меряем 39, от колечка до центра держателя 51, 51,5, диаметр бланка, ну, тонюсенький, вообще, хворостинка, 9, колечко у нас 17. Три вершинки в комплекте, 0,25, 0,75, единичка. Так, ну вот, в общих чертах рассказал, теперь сейчас разложим, соберем и под нагрузочкой в магазине посмотрим, я уже чуть-чуть построй расскажу. Ну вот, господа, мы разложили, начнем с самого мелкого, что называется, да, 300 до 35 грамм, изящная хворостинка, строй прогрессивный, с ростом нагрузки загружается бланк все больше, в принципе, бросковый такой, лайтик, очень приятный, с запасиком по мощности в ближней к рукояти части бланка, то есть, с карпом он спокойно справится, да, можно его на карповнике даже брать, ну вот, нагружаем, достаточно мощно и жестко, ну, смотрите, очень хорошо работает бланк, Константин чуть-чуть поддергивает, как раз хорошо показано, да, хорошо показывает, как он работает, значит, следующий у нас 11 до 50 грамм, ну, здесь строй похожий, тоже я его назову прогрессивный, он не валится, как и первый, ни в середине, нигде, то есть, приятная бросковая палочка, сразу скажу, что вершинки мы ставили на все фидера из комплекта среднюю, то есть, брали вот любой комплект и брали среднюю вершинку и ставили, поэтому, чтобы вопросов не возникал, да, значит, нагружаем, ну, смотрите, очень хорошая палочка, приятная, легкая, хорошо сбалансированная, трехтысячная катушечка сюда, и просто прекрасно будет она пулять, кстати, по поводу держать течение, в рамках теста она будет держать течение, вот эта палочка, она такая, будет, в принципе, считается, что серия Гретхам, это справедливо, она речная, и это речники, серия Тригорон, это больше среднемедленное течение, либо стоячая вода, но вот, в принципе, исходя из этого, я, наверное, с этим соглашусь, поэтому, и выбирайте, исходя из этого, себе фидер, значит, следующий, 12 до 60, это такой медиум, классический, в общем-то, строй здесь, ну, прогрессивный, да, но я бы сказал, немножко, ну, наверное, да, это прогрессивный, я хотел средний-быстрый назвать, нет, это прогрессивный строй, все-таки, с ростом нагрузки, ну, вот, приятная, приятная палочка, но чуть-чуть что-то, вот, по балансу, мне здесь не очень нравится, то есть, как бы морда, как говорят, да, хоть и грубое такое, звучание, да, она слишком, не вся сразу включается, и начинает прогружаться, видите, вот, примерно метр, грубо говоря, от верха, вот здесь она обрабатывается, а дальше она, жесткая стоит, то есть, даже если мы поставим помягче вершинку, второе колено, оно, с моей точки зрения, чуть-чуть, на это есть и придираться, да, если вот, так вот, человеку, любителю, да, взять его в руки, он это не заметит, ну, просто я медиум держал много и, ну, в руках, да, и много, и часто, здесь вот со вторым коленом чуть-чуть, наверное, поменьше бы положили туда связующего, немного, да, и палочка была бы лучше по балансу, но, как бы, и работала по бланку хорошо, да, но здесь второй момент, тот, что плюс, да, этого, это я минус назвал, да, плюс этого, то, что она будет понадежнее, то есть, больше простит второе колено, при случае там ошибок, да, и не сломается. Значит, следующая палочка, 390-90, как бы, это самый мой любимый, любимая палка, я ее ловлю фотонами про, гретхомами и так далее, да, но вот, именно тригорончик, 390-90, мне не очень нравится, поэтому, вот, если выбирать, лучше, я бы все-таки, гретхом, наверное, взял, либо еще лучше, фотон про Сабанеев, он в руках лежит, не очень, скажем, ну, сейчас, я нагружу, да, вот видите, вот идет работа верхней части, а дальше уже все, то есть, он как кол, он не бросает, то есть, вот, когда я им бросал, да, кормушки, и, в принципе, и в рамках теста, да, то вот ближняя, ну, скажем так, нижняя треть, она вообще не вырабатывается, то есть, чтобы ее прогрузить, нужно какой-то тяжелый, ну, перегруз, пригруз, да, небольшой сделать, не тяжелый, перегруз сделать, да, а при этом верхняя часть, она уже как сопелька, да, она не вырабатывается, да, она энергию не нагнетает, не отдает и так далее, поэтому мне вот в плане бросковости, именно вот эта модель, она не очень нравится в Трикороне, то есть, есть альтернативные, как я назвал, варианты, которые интереснее, и легче, да, то есть, они в руках даже лежат легче, гораздо легче, так, ну, вот следующий, 390-й у нас 13 футов, до 80 грамм, видите, опять то же самое, то есть, даже если вершинку мягче поставить, вот я нагружаю, смотрите, видите, как она работает, фидорочек, то есть, верхняя вершинка и второе колено, они как единым целым идут, да, и дальше даже практически уже до середины доходят, и первое, где она начинает прогибаться, это именно вот практически уже около середины, да, и дальше то же самое, она не загружается практически, то есть, вот эти вот, вот эти два фидора, они как бы, ну, с моей точки зрения, они выпадают из серии, хотя расстановка колец хорошая, и тому подобное, ну, давайте нагрузим сейчас, но вот и построю, вот, до середины где-то вырабатывается, а дальше уже вот сюда, ближе к рукояти, уже тяжело, тяжеловато, то есть, то есть, что-то не очень мне нравится, эта вот моделька тоже, так, пошла дальнобойная артиллерия, 14 до 140, ну, здесь мощная палка, она как раз прогружается, вот я вижу, что она вся вырабатывается, очень хорошо, давайте нагрузим, да, вот нагружаем, то есть, вот с ростом нагрузки, все хорошо, у нее 140 грамм тест, это вот бросковая палка, вот какой минус, кто хочет ее брать на течение, ну, скажем так, вот не более, да, эта вот кормушка, где-то, ну, наверное, 100 грамм, и все, а потом начинает заворачивать второе колено, поэтому, если для течения берем, то берете грэдхана, этот подойдет, знаете, для чего, как карпов ловить, например, на карповнике, где-то, да, с тяжелыми закромочными кормушками, да, где-то, где нужно пробить и бросить далеко, леща выкармливать, там, под 100 метров, под 80, 90 метров, условно, вот это вот ее стихия, но либо течение до среднего, да, вот как я сказал, вот до этого теста, так, значит, 12, 100, следующий, вот приятный, очень приятная палка, быстрая, качественный уголь, сразу чувствуется, хорошо и правильно прогружается, с хорошим балансом, видите, расстановочка колец, очень приятная, вот я сейчас на камеру даже покажу, да, отличная палка, приятная, очень нагрузим, вот я сильно-сильно ее вверх тащу, вот как, да, отлично, вот, очень хорошая палочка, вот, очень удачная, здесь вопросов никаких нет, тонкий слимбланк, хороший тест, легкая, то есть он в руках, вот смотрите, он в руках лежит, намного легче, чем вот 390, и даже не зависит, да, 80-90 грамм, то есть и не из-за того, что он короче, так, значит, вот следующее, берем как раз вот 390, кстати говоря, 120, вот он в руках лежит, просто пушинкой, по сравнению с 390-90, вот, вот, по строю, смотрите, ну, прогрессивным, я бы его не назвал, то это, это быстрый строй, кто там пишет, что это прогрессивный, это не прогрессивный строй, это быстрый, ну, вы сами видите, как палка возвращается, ну, какой-то прогрессивный, вот давайте с ростом нагрузки посмотрим, ну, вот, пожалуйста, это, это, что ни на есть, быстрый строй палки, да, хорошая, очень хорошая палочка, минус 1, он не очень хорошо держит течение выше теста, поэтому, если у вас кормушки, я им ловил 70 и 90 ставил, да, вот 90, он их держит, все хорошо, а дальше уже нет, поэтому, вот исходя из этого, тоже вы выбираете, но палка очень приятная, и по балансу в руках лежит очень хорошо, так, следующий 14 до 90, вот такое вот водохранилище, стоячая вода, ну, с моей точки зрения, здесь тест превышен, то есть он занижен, то есть он занижен, точнее, в реальности, эта палка может бросать больше, это, я вам говорю из практики, абсолютно 100% за свои слова отвечаю, эта палка может бросать больше, ее реальный тест выше, вот, чем написано, вот, строй здесь, тоже быстрый, средне-быстрый, ну, скажем так, по балансу, приемлемо, для 14 футовика, это приемлемо, вот, смотрите, я вот, давайте нагрузим, видите, ну, какой-то прогрессивный, кто там что пишет, средне-быстрый, строится, быстро, я бы даже сказал, практически, хорошая расстановка колец, крупные кольца, смотрите, любая катушка, сюда подходит, 5000, 6000, 7000, 8000, все сюда вставлено, кстати, по поводу катушки-держателя, тоже очень удобно, и вопросов, нареканий здесь нет, потому какие, что какие-то катушки в него не влезают, все там хорошо влезает, вот, и последняя палочка у нас, 14 футов, до 100 грамм, приятная палка, вот это, течение держит, даже чуть выше, своего теста, в отличие от предыдущих, которые я говорил, то есть, кто выбирает, универсал такой, да, дальнобойный, где можно на водохранилище половить, на течении небольшом, ну, в рамках теста, ну, вот у него тест, 100 грамм, да, кормушку 100 грамм, 90 грамм, 100 грамм, он будет держать на течении, все отлично, вот 120, 140, уже нет, уже не будет, но при этом, бросает хорошо, и имейте в виду, у него минус какой, он, скажем так, начинает раскрываться, с кормушками, от 56, примерно, грамм, нет, вру, от 50 грамм, а вот до 50, он вам придется, свои усилия применять, да, от 50, 50, 56, грубо, плюс корм, среднего размера, все, это вот его стихия, то есть 56, 70, 90, это вот идеальная его стихия, бросает очень хорошо, если вот именно такие веса, его надо прогружать, давайте нагрузим, много я могу рассказать о каждом, мне много рыбалок с каждым провел, но вот пишите, ВКонтакте, либо в магазин звоните, заказывайте обратный звонок, менеджеры профессиональные, все вам расскажут, ну вот смотрите, построю, вот это уже ближе к прогрессивному устройству, вот, да, тоже хорошая палка, бросковая, вот поэтому она, кстати, бросковая, как я сказал, все видно наглядно прям, ну вот господа, мы потрясли, посмотрели, надеюсь, что многие вопросы отпали, если какие у кого вопросы остались, пишите в социальную сеть ВКонтакте, я там практически каждый день, задавайте вопросы, только не в персональный мой профиль, да, а в группу, пишите вопросы, чтоб люди это тоже видели, читали, я буду отвечать, ну, чтоб мне не приходили одних и тех же вопросов, одинаковые, да, от разных людей, там, по 10-20 штук в день приходят, поэтому, пожалуйста, вот, я уважаю вас, снимаю для вас ролики, да, и снимаю честно, в этом моя совесть чиста, да, но и вы тоже уважайте меня, лучше написать открыто, чтоб лишний раз человек другой посмотрел, почитал, и мне просто не терял время на однотипные ответы, да, разным людям, значит, по чехлу, вот такой чехольчик, клапан, кармашек для вершинок, здесь идет три, ну, три отделения, да, соответственно, для каждого колена, на липучках, на двух липучках карман, синтетический материал, который не впитывает воду, проклейка, качественная, ничего тут вроде не расклеивается, не разваливается, швы не расходятся, то есть простой, абсолютно простой, дешевенький чехол, с моей точки зрения, который, в общем-то, и нужен, ничего там, изощряться, по-моему, в нем не нужно, и денег я бы не стал за него платить, поэтому здесь тоже никаких вопросов нет, все просто и понятно, подписывайтесь, пожалуйста, на социальные сети, магазина Multifish, это ВКонтакте, Facebook, Telegram, Instagram, YouTube, Routube, для меня это важно, для вас это тоже, возможность будет важно, если вы сломаете какую-то запчасть, либо захотите чуть подешевле купить, да, потому что только подписчики на социальные сети магазина Multifish будут иметь право получать запасные части, уже получают эти запасные части, и многие уже получили, бесплатно, до двух штук в год, в период проведения акции, а об акциях этих я буду писать только в социальных сетях, форумы значения не имеют для получения скидок, запчастей и так далее, только социальные сети, личные странички магазина, и, пожалуйста, не обижайтесь, если вы покупали удилище не у нас, и вам нужна запчасть, которую никто не завозит, кроме нас, достать невозможно, мы вам откажем в этом, поэтому условия, это купленное у нас удилище, и ваша подписка на социальные сети, страничку магазина, все, тогда вы ждете при проведении акций, и получаете запчасть, соответственно, если вам это нужно, ну и плюс накопительные скидки, то есть, люди, постоянный клиент, у нас 80%, и они имеют самые выгодные условия, которые вообще существуют, я думаю, что люди, где вы пишите, где вы смотрите, в отзывах и так далее, читают форумы, не дадут соврать, поэтому всего доброго, и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok